Девушки отдыхают В России, слава богу, пока закрывают только кафе после 23 часов. Кафе и рестораны в Кирове работать не будут со вчерашнего дня, насколько я помню, запрет вступил в силу. После 12 часов мы с представителями отрасли обсудим, насколько это для них проблемная история, как это скажется на прибыли и как это скажется вообще на культуре посещения подобных мест в нашем городе. То есть люди отвыкнуты. И вообще комендантский час фактически. Что у нас работает после 11 часов? Да ничего не работает теперь уже. А куда ты хочешь? Я-то никуда не хочу, но я думаю, что огромное количество людей хотело бы. Кто-то на концерт, кто-то в клуб, кто-то в ресторан. Но вот нечего разносить, заразу. Сидим все дома. Ладно. А в первом части у нас две темы. Они тоже такие в удаленном немножко формате. Да, то есть сначала мы сейчас попробуем выяснить, что за камеры. Те самые камеры, в приобретении которых некачественных, обвиняют Илью Шульгина, которому вчера, кстати говоря, определили меру пресечения. Мера не связана с ограничением свободы. Это ограничение определенных действий. Да, это достаточно мягкая мера пресечения, как говорит юрист Ян Чеботарев. Вот сейчас попробуем выяснить, что за камеры. Будем звонить Константину Сичихину, нашему эксперту, руководителю рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог и члену общественного совета при Федеральном дорожном агентстве. Костя, добрый день. Добрый, добрый день. Добрый день. Скажи, пожалуйста, вчера я просила тебя попробовать все-таки выяснить, эти камеры, в приобретении которых фактически обвиняют Илью Шульгина, некачественные камеры, они все-таки установлены в нашем городе или нет? Нет, они установлены. Камеры установлены. Камеры работали до какого-то периода времени, да. Сейчас, понятно, их работа приостановлена. То есть их сняли сейчас, демонтировали? Ну, часть камеры, как мне говорят, демонтировали, часть нет. А их демонтировали-то, боюсь спросить, в рамках уголовного дела или они не работают? Нет, их демонтировали, часть камеры в рамках, именно как раз уголовного дела, в рамках данного разбирательства. Чтобы провести экспертизу? Да, все вероятно для проведения экспертизы, потому что должна быть доказательная база в следствии о том, что данные камеры технически установлены с нарушениями технических каких-то норм, которые были прописаны, или технического задания, которые были прописаны в рамках аукционной документации. Константин, а где камеры, которые, вот эти вот самые там проблемные камеры, были демонтированы, а где они остались? Можем мы об этом говорить сейчас или нет? Нет, мы не можем об этом говорить. Точного, точных адресов я вам сейчас пока не скажу. Понятно. Знаете, в рамках советского тракта две камеры демонтированы, это, да, это как ехать на Новоавиатск, это как ехать на советский пост, это как раз черта города Кирова. Камеры были установлены в том году, в этом году их там нет. Но это те самые камеры, или мы можем только догадываться? Нет, ну, я думаю, что мы не можем догадываться, те самые камеры, только потому что они были установлены в рамках этого аукциона и в рамках черты города Кирова. А как же теперь город без камер-то живет? Ну, как? Кто-то штрафы просто нарушает правила движения, но штрафы не получают. Вот так и живем. У нас какая-то странная история на самом деле. То есть у нас сначала выделяют деньги, потому что срочно надо поставить какую-то технику, обеспечивающую нашу безопасность. Но потом выясняется, что техника поставлена с нарушением, эту технику снимают, она не работает, и как-то вроде никому и не заботишься на замену этой неработающей технике вроде как надо что-то новое поставить, наверное, нет? Да, но еще есть один момент в данной ситуации. Эта техника была установлена в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках одной из направлений – это в рамках безопасности дорожного движения, о чем мы с вами не раз разговаривали в эфире. По сути, получается, на сегодняшний день реализация национального проекта в данном сегменте, в данном направлении не реализована. Так как камеры по первому уголовному делу, где проходит Палюх, и по второму уголовному делу, где проходит сейчас Дя Вячеславович совместно с Ишутиновым, данные эти камеры устанавливались как раз в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, и чем эта область и грозит? Ну, вот сейчас будем разбираться. Они же так-то отчитались, если быть честным, в конце этого года о том, что реализация проекта стопроцентная, так как все направления были реализованы. А если вот такая ситуация, то надо уточняться. Надо уточняться, пока забегать вперед не буду. Ага, Константин, а вы не в курсе, какие именно там вот эти вот нарушенные были технические, какие технические характеристики не совпали? То есть это что-то серьезное или какая-то мелочь? По первому уголовному делу, как мне известно... По Юрию Палюху? Да, там просто установка была бушного оборудования. Где-то это оборудование отработало в каком-то регионе, его решили заменить на более современные, привезли в Кировскую область. А по контракту проходило как новое? Ну, конечно, по любому контракту у нас проходит новое оборудование. А по второму уголовному делу, вот сейчас, про который мы с вами разговариваем, пока я вам не могу ничего сказать конкретно. Ну, есть только предположение, что примерно такая же схема была. Ну, я вчера пыталась, честно, добиться там, да, все-таки как раз вот объяснения, что с этими камерами не так, насколько серьезные там нарушения контракта и несоответствия. К сожалению, Следственный комитет информацию не разглашает, ссылаясь как раз на тайну следствия, да, а все остальные ссылаются на Следственный комитет. Ну, вот просто немного странно, да, получается. Уголовное дело завели из-за того, что вот у нас такие камеры, не соответствующие тех заданию, и, соответственно, они не могут, я не знаю, там, в полную силу выполнять свои функции, но при этом кучу этих камер снимают. И они не выполняют. И никого это не волнует. Ну, в рамках следственных действий должна проводиться экспертиза, доказать, ну, чтобы следствие было доказательной базой, а чтобы доказательную базу собрать, нужно провести обследование данного оборудования, поэтому это оборудование нужно снять. А нет возможности там одну камеру снял, посмотрел, назад, снял, посмотрел, назад? Нет, нет такой возможности, потому что в рамках уголовного дела, вот если мы берем последнее уголовное дело, там проходят все 19 камер, которые были установлены, да, и за каждую камеру без бюджета города было, заплатили там порядка, около полтора миллиона рублей. Поэтому на сегодняшний день, чтобы как бы была доказательная база в полном объеме, каждая камера должна быть исследована. То есть это вещественное доказательство, да? Да, это, ну, да, можно сказать, это вещественное доказательство, которые приобщены в рамках уголовного дела. Они не могут быть установлены и работать на сегодняшний день. Они должны быть изъяты и приобщены к уголовному делу. А то есть они вообще уже никогда на свои места не вернутся, получается, да? Я думаю, нет. Я думаю, что они никогда уже не встанут на то место, где они раньше были установлены. Только с учетом закупки нового оборудования. А это снова надо где-то, значит, искать вот это 21 миллион, да? Это снова, да. Это снова надо искать где-то 21 миллион. Но при этом мы нарушили условия контракта, и нам могут федеральных денег на это не дать. Ну, даже не то, что мы нарушили условия контракта, мы на сегодняшний день реализовали данные условия национального проекта. По сути, оно уже реализовано. На реализацию нового, как бы опять новых камер, да, только должны потратить из регионального бюджета. Ну, то есть я думаю, что тогда можно, наверное, вот в прошлый раз мы задавались тем, какова сумма ущерба. Наверное, вот она, собственно, равна стоимости контракта в итоге окажется примерно. Да, да, да. Спасибо большое. Константин Сичихин был с нами на связи. Спасибо. Спасибо руководителям рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог, членам общественного совета при Федеральном дорожном агентстве. Константина, я попросила прокомментировать эту историю, потому что, ну, вчера просто невозможная, конечно, была ситуация. То есть спрашиваешь, насколько серьезно это нарушение. Не скажем. Где висят камеры? Не скажем. Они работают, не работают. Что с ними не так? Обращайтесь в Следственный комитет. А мы не скажем, потому что у нас тайны следствия. Очень смешно, конечно. Мне вот эта история не дает покоя. Ладно, мы сейчас резко разворачиваемся, меняем тему. В нашей студии появился Дмитрий Ильин, политолог, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политических наук Вятского госуниверситета. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Я надеюсь, что все верно с названием кафедры, а то вы вот любят в Вятском госуниверситете иногда менять название. Надеюсь, все так же, как у нас. Все течет, все меняется. Понятно. Попросили мы Дмитрия прийти прокомментировать историю, которая происходит прямо сейчас в законодательном собрании. Ну, не знаю, там, возможно, сейчас еще все губернатор докладывается с посланием своим депутатам. Заседание сегодня проходит в режиме ВКС, видеоконференц-связи. И одним из вопросов, ну, кроме доклада губернатора, естественно, одним важным вопросом, сразу в двух чтениях, это вопрос о сокращении числа депутатов ЗАГСа. К следующему созыву их может остаться 40 вместо 54. Мы эту тему уже неоднократно в нашей студии обсуждали, но вчера был новый поворот. Вчера во время заседания комитета по бюджету часть членов этого комитета тоже, ну, фактически, не знаю, бойкотировала, что ли, рассмотрение вопросов. Причем, учитывая, что кто-то сидит по ВКС, кто-то сидит лично, это было очень забавно, с одной стороны, а с другой стороны было непонятно, все-таки это бойкот или техника подвела. Что произошло, что, собственно, произошло. Да, и... Или то и другое. И учитывая, что сегодня все депутаты там и не могут быть с нами в прямом эфире, я вчера по этой проблемной ситуации попросила их дать нам комментарии. У нас есть комментарии Романа Титова, есть комментарии Владимира Костина, есть комментарии Федора Сураева. Это те самые люди, которые вчера, собственно, вот участвовали во всем этом действии, можно так сказать. Я предлагаю послушать Романа Титова, потом Владимира Костина, потом, если успеем, то Федора Сураева, а дальше мы с Дмитрием Ильиным проанализируем, что происходит. Увидев, что на комитете недостаточно кворума, видимо, коллеги решили показать зубы и выразить там свое недовольство. Причем устно, ничего не было сказано. То есть фактически нас на пять минут оставили без кворума, из-за того, что один из участников комитета, членом комитета, членом Единой России, он задержался. Слава Богу, он появился, мы продолжим заседание. Засматривались крайне важные вопросы в частности, вот самые важные вопросы, даже не поддержка малого бизнеса, не продление налоговых каникул. Это вопрос о выделении дополнительных средств фонда обязательных медстрахования на борьбу с ковидом. Это федеральные деньги, которые выделены нам по постановлению правительства, которые, если бы мы их не завели в поправки, расходовать было бы невозможно в ноябре. То есть это шантаж здоровьем и безопасностью граждан. В целом, я думаю, в этой ситуации депутаты оппозиционных фракций, они просто перешли грань между политическим шантажом и реальным ущербом от деятельности депутатов. Так делать недопустимо, особенно если это война без предупреждений на обсуждение крайне важных вопросов, без которых мы провалимся. Еще один вопрос, который также был проигнорирован, это поправки в бюджетном скандале с области, без которого мы бы не смогли запустить работу над бюджетами вновь созданных муниципальных округов. Потому что нормативы мы должны были им определить по налогам, которые они себе будут оставлять, а в ноябре бюджеты в первом чтении. Если бы комитет сегодня решение не принял, завтра, например, на аркете вопросов бы не рассматривались ни один. И нам пришлось бы внеочередное заседание проводить еще что-то там. Но соразмерность должна быть, да, знаете, как в законе там предел необходимой самообороны определяется. Вот здесь этот предел самообороны, он был, на мой взгляд, превышен и очень сильно. По поправкам в устав, они рассматривались совершенно на другом комитете, куда Владимир Александрович Костин пришел, и Федор Васильевич Сураев подключился, как и ряд других представителей оппозиции. И никаких технических проблем не возникло, и мнение свое не высказали, и мы горячо поспорили. Более часа мы, 57 минут, обсуждали вопрос по поправкам в устав Кировской области. Что дает вот точное заседание по сравнению с ВКС. Полемика вот сегодня на комитете, которое было точно такое же, ВКСное, была полемика прекрасная, объемная. Владимир Александрович внес поправки между рассмотрением на первой и второй части поправок в устав на комитете. Эти поправки обсуждались, завтра будут также обсуждаться. Вот кому что помешало, я не вижу. Я боюсь, что коллеги уже там задним умом понимают, что не там и не то они сделали. Ну, надеюсь на это во всяком случае, но еще раз так недопустимо поступать. Но все-таки рассматривалось или не рассматривалось возможности того, что это вот как-то не так будет приниматься? Или вот сразу в двух чтениях надо в обязательном порядке? Ну, такие возможности рассматривались, но ведь сами депутаты сегодня на комитете на профильном, уже на комитете по законодательству, который прошел с кворумом и с участием всех сторон, которые проигнорировали комитет по бюджету. Сами коллеги говорят, что до выборов мало времени осталось. Мы тоже говорим, что до выборов осталось мало времени. Надо по меньшей мере 10 месяцев разбегать для того, чтобы успеть всем подготовиться, перегруппироваться, пойти на округа, выбрать, там пойдешь, не пойдешь. А куда еще тянуть? Я не понимаю. Более того, сегодня на заседании комитета по законодательству коллега Костин, даже внеся поправки, согласился с тем, что депутатов все же будет 40. Правда, он предложил по-другому разделить 20 одномандатников и 20 списочников. Но давайте посмотрим. Сокращение числа домандатных кругов до 20. Первое. Это повысить норму представительства на одного депутата с 38 тысяч до 52. То есть в полтора раза. К чему это приведет? А к тому, что мы, к примеру, будем вынуждены создать одинокруг из семи районов. Суна, Уни, Фаленки, Богородской, Кельмесь, Кумены и Нема. Это пятая часть области, малонаселенная, которая будет представлять, по мнению Владимира Александровича Костин, только один депутат. Но это же все надо было посчитать. И мы, как вы видите, это все посчитали. И цифры эти есть на руках. Эта идея была также точно обсчитана, поскольку соответствующие предложения мы слышали, и они поступали. Сделать так невозможно. Роман Титов, вице-спикер Законодательного собрания от фракции «Единая Россия». Представитель сейчас прозвучал комментарий. Я прошу прощения у слушателей, какая-то странная история. Почему-то звук повторяется, дублируется. Сейчас звукорежиссер наш поразбирается. Прежде чем мы начнем следующий комментарий слушать, вот Владимира Костина уже, да. Ну, вот она история. С одной стороны, вроде бы важные, конечно же, вопросы обсуждаются на бюджетном комитете. Есть вероятность того, что если их не обсудить, то решения не будут приняты на самой сессии. Люди останутся без каких-то денег дополнительных. С другой стороны, у представителей оппозиции, как я понимаю, все меньше и меньше остается рычагов как-то привлечь к себе внимание. Ну и любая попытка вообще, в принципе, в этом созыве, в пятом созыве, любая попытка оппозиции что-либо бойкотировать, либо принятие какого-то одного вопроса, либо всего заседания, всегда один и тот же ответ давали представители Единой России, ссылаясь как раз-таки на поправки, которые нужно принять в бюджет. Всегда? Всегда. Всегда одно и то же, всегда один и тот же ответ. Какая нехорошая у нас оппозиция, да, Дмитрий? Оппозиция подвела людей, потому что мы не примем важные поправки в бюджет, и вот какие-то незащищенные слои населения останутся без одного, второго, третьего, четвертого, пятого, десятого, то есть начинаются какие-то давления на эмоции, в общем, не знаю. Ну вот мы сейчас послушаем тогда Владимира Костина сразу же, а потом с Дмитрием чуть более подробно обсудим. Можем Владимира Костина включить, да? Вице-спикер Закособрания ЛДПР тоже поясняет ситуацию. Принципиально не хочется рассматривать серьезные вопросы в режиме видеоконференц-связи и фактически без обсуждений, фактически с использованием механизма одобрить любой ценой. Да, то есть вот сейчас тот подход, который используют единороссы, он говорит только об одном. Им нужна псевдолегитимность, чтобы в зале присутствовали депутаты, хотя бы для кворума, то есть они уже там плюют на то, чтобы соблюдался так называемый плюрализм мнений. Им наплевать на это. Им важно, чтобы хотя бы был кворум. Прикрываясь там необходимостью внесения куда бы то ни было каких-то изменений, пытаются сейчас нас обвинить в том, что мы что-то саботируем. Ну, на самом деле, когда мы вносим предложения по изменению в бюджет, никто не упрекает нас в саботаже, нас наоборот упрекают в том, что мы как-то слишком активно себя ведем. Вы, коллеги, определитесь уже, да, что вам нравится, меньше активность оппозиционных фракций или их нежелание участвовать в заведомо договорном матче. Вот не могу понять коллег из партии большинства. Упрек по поводу того, что оппозиции наплевать на то, как будут себя чувствовать предприятия Кировской области, а именно малый и средний бизнес, да. Я напомню, что изначально вопрос об изменении налоговых штабов поднимала именно оппозиция, в частности, партия ЛДП. Тот факт, что к этому вопросу подключились некоторые коллеги от оппозиции, в частности, Титов. И вот здесь Роман Альбертович тогда нужно добавить немножко смелости, как в знаменитой книге, да, сходить Гудвину за смелостью. И честно сказать, что Роман Альбертович, несмотря на то, что Остро довольно-таки выступал, до определенного момента был последовательным, но потом почему-то свою инициативу отозвал. И если смотреть на те предложения, которые изначально поддерживались нами, коллегами из Справедливости и Компартии, сам Титов это все вносил. И то, что в итоге попало в закон, так это две разные вещи, извините. То есть вот если в этом мы, опять же, как-то кого-то подставили, в том, что были последовательные, ну, давайте разбирать тогда каждый пункт отдельно. То есть ваше неголосование сегодня, оно в том числе и с этим связано? Безусловно, еще раз, вот у нас системно дегрудирует законодательная власть. Абсолютно полностью ложится под исполнительную. Я уже говорил о том, что подобного рода инициативы могут привести к тому, что у нас, в принципе, можно будет упразднить законодательную власть, создать в органе исполнительной власти некий там отдел, не знаю, управление или министерство по законодательству. И делать вид, что все у нас в Кировской области хорошо. По факту сейчас нет никакой самостоятельности, нет никакой защиты интересов прав граждан от людей, которые сейчас об этом громко кричат, защищая инициативу сокращения депутатов, избранных по партийным спискам. Очень странно слышать о том, что кто-то предает своего избирателя от людей, которые голосовали за повышение пенсионного возраста. Очень странно. Вот хотелось бы посмотреть на тех избирателей, которые воодушевили депутатов от партии большинства, голосовать за повышение пенсионного возраста, за повышение НДС, за сокращение ряда льгот, за исключение полномочий по утверждению тарифа на капремонт, то есть вот эти все инициативы поддержаны теми людьми, которые сейчас говорят, нужно думать о людях. Да мы не спорим, нужно думать о людях. Но кроме того, что думать о людях, нужно еще что-то для них делать. Вице-спикер Закоссобрания от партии, от партии, от фракции ЛДПР, да, сейчас в нашем эфире. Я просто обращаю еще раз внимание слушателей, что это записные комментарии. И когда я говорю сегодня, это вчерашний день, да, то есть сегодня все-таки законодательное собрание работает. Я, насколько помню, там изначально был неполный состав. Я звонила Владимиру Костюну около 10 утра, он мне сказал, что все-таки принято решение, что фракция ЛДПР даже в формате ВКС в заседании участвовать будет. Ну, вот такая история. Взаимными обвинениями обменялись там, да, оппозиция и Единая Россия по итогам вчерашнего заседания комитета. Но я-то понимаю, что это вот сейчас действительно остается единственный инструмент уже, да, вот эти бойкоты, демарши, особенно с учетом ковида. Это единственный инструмент сейчас. Ну, я думаю, тут не надо все сваливать исключительно на ковид. Тут мы, наверное, не должны упускать из виду, в общем-то, такой вариант, ну, такой фактор, как наше, в общем-то, население о политичности, недифферентности. Да, вот мы сейчас сидим, обсуждаем, вот, ну, представим себе на минутку, что, бац, вот нет у нас пандемии, нет ковида. Вот можете себе представить, чтобы у нас тут... Масочку, пожалуйста, просят вас надеть наши коллеги, да. Простите, да, сейчас Дмитрий Ильин пока маску надевает. Я должна сказать, что Владимир Костин предлагал сегодня отложить рассмотрение вопроса по изменениям в устав, по количеству, да, депутатов, по сокращению. Но, тем не менее, его предложение сняли, потому что Владимир Бакин предложил это сделать. Владимир Бакин, председатель законодательного собрания. Продолжаем, да. Вот, ну, так вот, к моей мысли. Представим, ковида нет, пандемии нету. Мы можем себе вообразить реально, чтобы, допустим, где-то тут на театралке или на худой конец у Спасского собора собралась бы выведенная на улице толпа людей, хотя бы на тысячу человек. Ладно, на 500 хотя бы. Которые протестовали против изменения законодательства по выборам в ЗАГС. Мне кажется, это нереально по двум причинам. Во-первых, ну, люди инертны. И вообще у нас люди отучаются специально, да. Мне кажется, есть специальная программа по отучению граждан. От того, чтобы выходить на митинги, это первое. А вторая история, мне кажется, что большинство граждан все-таки поддерживает сокращение законодательного собрания, потому что, ну, есть мнение такое, что они там все на хлебнике, жируют, сидят, значит, на нашей шее, ничего не делают, только придумывают какие-то вредные законы. Вот, ну, думаю, программа эта, в кавычках ее возьмем, действует в России матушке уже четверть века где-то. Вот. А по поводу нахлебничества, тут не соглашусь. Ну, понятно, что... Это не мое мнение. Такой доминирующий стереотип есть, но тут многое зависит от того, а как людям подавать информацию, где ставить акценты. Вот персонально я, наоборот, я, и это, по-моему, даже в этой студии когда-то высказывал несколько месяцев назад, я за полностью профессиональное законодательное собрание. Все на зарплатах. Все на зарплатах, на хороших зарплатах, с хорошим аппаратом у каждого депутата, чтобы каждый депутат не был олигархом, предпринимателем, председателем колхоза, уж извиняюсь за устаревшую терминологию, чтобы это были профессиональные политики. А где мы возьмем столько профессиональных политиков? У нас в Кирове есть столько профессиональных политиков вообще? Даже 40 профессиональных политиков насчитает? Наскребем. Наскребем, можно, да? Наскребем. Так что я, наоборот, за расширение вот этой профессиональной части в ЗАГС собрании, если не до момента, то хотя бы постепенно, да, потому что если мы берем последние созывы, это, ну, там, 4, 5, 6 освобожденных депутатов, в основном из числа спикера и его замов, ну, и председателей комитетов. Вот, в идеале, должно быть полностью профессиональный состав, вот, потому что как раз это будет положительно влиять на самостоятельность законодательной власти и на ее вес во взаимодействии с властью исполнительной. Это то, о чем говорил Владимир Костин, да, о том, что перестало законодательное собрание вообще представлять из себя хоть какой-то отдельный орган, да, превращается потихоньку в привесок, в довесок такой, да, к исполнительной власти. Мы сейчас сделаем перерыв на рекламу. После рекламы с Дмитрием Ильиным, политологом, вернемся к нашему разговору. Дмитрий Ильин, в нашей студии политолог, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политических наук Вятского госуниверситета. Мы продолжаем по вчерашней проблемной ситуации в законодательном собрании, по сегодняшнему голосованию, которое, как я понимаю, состоится. Голосование предусматривает сокращение, точнее, законопроект предусматривает сокращение количества депутатов с 54 до 40 человек. Со стороны Единой России есть обоснование, что это поможет сэкономить средства со стороны инициаторов, авторов законопроекта, бюджетные. Со стороны оппозиции есть большие опасения, что это превратит, ну, фактически, там, детский парламент в однопартийный. Эти опасения высказывает не только сама оппозиция, но и, в принципе, люди, кто... Единая Россия высказывает? Нет, в смысле, я имею в виду, что и те, кто не сидит в законодательном собрании, то есть не является непосредственно депутатом. Обычные граждане. Ну, мне кажется, это прям какая-то тоже суперочевидная вещь. Я не знаю, Дмитрий, может, не права я поправьте, если нет. Она лежит на поверхности и вопиет в голос. То есть это действительно приведет к подобным последствиям или нет? Я пыталась выяснить у некоторых людей, у тех, кто за и у тех, кто против, какие возможные последствия они видят. Мне говорилось о том, что, в принципе, конечно, одномандатнику оппозиция будет пробиться сложнее в законодательные собрания, чем представитель партии власти. Это пример 2016 года перед глазами, когда из 27 одномандатных округов не единая Россия выиграла только в одном. 26 это ядро было. Ну, все понятно. Но там, может быть, не особо и напрягалась оппозиция по этому вопросу. Здесь-то, может, другого варианта не будет, и они просто в бой пойдут. Ну, понятно, что просто так они, думаю, лапки вверх поднимать не будут и сдаваться на милость победителя. Но, скажем так, избирательная кампания в округе это более ресурсная кампания, несомненно. Да, это более затратная кампания. Ну, плюс партиям, любым, правящим, оппозиционным для округов нужны внятные кандидаты. Как минимум известные, известные все-таки в каком-то положительном контексте, с положительным бэкграундом. Понятно, что позиции тут сложнее, чем в Единой России. Ну, и плюс знаменитый пресловутый Адам Ресурс. Он может быть разным по факту, но он, понятно, на стороне Единой России, а не оппозиционных партий. И, в принципе, мировой опыт показывает, что сокращение пропорциональной части увеличения мажоритарной, то есть депутатов, окружников, играет на руку крупным партиям. Это мировая тенденция, подтвержденная не только на премьере Кировской области. Крупная партия у нас, понятно, одна. Ну, соответственно, вывод напрашивается очевидный, что эта реформа на руку одной единственной партии. Ну, смотрите, да, тогда вопрос такой. Если там, я не знаю, в том же самом, в пятом созыве периодически возникали еще какие-то конфликтные ситуации, какие-то вопросы байкотировались, то этот созыв по ощущениям, ну, то есть вот кроме громкой вот этой истории, когда потом представители оппозиции все вместе фотографировались, я, к сожалению, уже не помню, что это было. Я тоже не помню уже, да. Вот, в общем-то, и все. Тем не менее, представители оппозиции у нас 17 человек, Единой России 37. Все-таки не совсем уж однопартийный, так скажем, да, примерно третий – это депутаты оппозиции. Я к тому, что сложно вот сказать, что прям оппозиция где-то очень сильно умудрилась вставить партии власти в палки в колеса, чтобы возникла какая-то непосредственная необходимость в том, чтобы нивелировать это влияние. Ну, я помню, как в предыдущем-то созыве, по-моему, там даже снимались какие-то законопроекты после того, как оппозиция их блокировала. Вот, здесь чем может быть вызвана такая производственная необходимость? Какая-то перестраховка на будущее или что? Где-то запахло жареным, мы еще этого не почувствовали. А, ну, кстати, да, вот вопрос. Если бы это все как бы оставить, ну, в тех же цифрах, да, что называется, сохранилась бы вот эта пропорция к следующим выборам? Из опасения того, что не сохранится, сейчас сокращают или нет? Да, разумеется. Ну, тут уже сложно говорить, если да кабы, но при сохранении нынешней схемы, 27 до 27. Да, 27 плюс 27, я думаю бы, результаты Единой России бы просеяли, но не фатально. Потому что если мы поднимем цифры 2016 года, 2011 и ранее, то по партийным спискам Единая Россия у нас никогда блестящих результатов не показывала. Там весьма скромные по сравнению с общероссийскими цифрами показатели, по сравнению с соседними регионами, там по сравнению, допустим, с тем же Татарстаном, просто небо и земля. Вот. То есть показатели всегда скромные и добирала местная Единая Россия именно одномандатниками до уверенного абсолютного большинства. Нужного количества, я напомню, да, 37 человек, это 2 трети, 36 это 2 трети депутатов, да, законодательного собрания, а 37 это, соответственно, 2 трети плюс 1 голос. Это то самое решение, которое необходимо для принятия всего. Любого решения. То есть изменение в устав, это 2 трети голосов, да. То есть Единая Россия, если фракционно голосует вся за, никаких проблем не возникает. Остается у нас немного времени, если мы хотим послушать еще Федора Сураева. Почему? Потому что Федор там говорит о двух вещах, об одной Дмитрий уже немножечко сказал, а вторая вещь касается ВКС, это тоже важно. Так, Федор Сураев пытается нам, звукорежиссер, помочь. Я лично был вообще против проведения пленарного свидания в режиме ВКС, причем я свою позицию высказал еще на столетие. Тем не менее, такое решение было принято. Решения, которые позволяют вносить изменения в уставке в Кировской области, самый главный документ в Кировской области, который уносит законодательный, в таком режиме, я считаю, конечно же, недопустимым. Это во-первых, во-вторых, мы сразу же рассматриваем вопрос в двух чтениях. Необходимости такой я на самом деле не вижу, потому что мы не так давно выносили изменения, в регламентах которых указывали, что вопросы, которые сразу в двух чтениях рассматриваются, это только важные, безотлагательные вопросы. Например, там вопросы, касаемые изменения бюджета, поправок в бюджет и так далее. То есть те вопросы, которые требуются, безотлагательных решений. И зачем нам, во-первых, проводить спинарное заседание в режиме РВКС, во-вторых, рассматривать там вопросы об изменении в устав, и в-третьих, сразу в двух чтениях все это принимать. Я такой необходимости острой в этом не вижу. Поэтому мы были изначально против проведения в таком режиме, во-вторых, мы против изменений, которые предлагают нам авторы этих законопроектов. И голосовать мы будем, соответственно, против таких совершений. Но участие в заседании завтрашнем вы будете принимать, хоть и в режиме ВКС? Планируем. Участие мы принимать планируем, но у нас интернет-соединение может давать сбой. Я, допустим, сегодня подключился, меня выкинуло, я потом еще раз подключился, меня опять выкинуло. Но вот в таком режиме принимать такие важные решения, считай, недопустимым. Единая Россия хочет сохранить расклад сил в следующем созыве, собрании. Вот и все. И они действуют подобным образом уже не в первом регионе. То есть там, где у них слабые позиции, они принимают и принимают такие решения. Ряд таких решений был уже принят в некоторых регионах. У нас еще ведут такие изменения в сам процесс выборный. Тот процесс, который был опробован на добрымней Конституции, так скажем, с трехдневным голосованием. Всем понятно, что это поле для маневра очень широкого, потому что либо наблюдателей большое количество собрать на один день, либо на три. То есть это отключение дополнительных средств. И тут понятно, что могут быть какие-то махинации, там, в чётках облечения и в испорченных облечениях. То есть широкое поле для маневра. И говорить о том, что эти выборы будут частными и справедливыми, в частной борьбе, мы готовы бороться и мы можем побеждать. Я в этом уверен. Но если там тогда ведется нечестно, то тут уж, как говорится, сложно играть не по правилам просто. Фёдор Сураев, руководитель фракции «Справедливая Россия» в законодательном собрании. Я напоминаю ещё раз, что это записной комментарий писала я его вчера вечером. Сейчас все депутаты в реальном режиме сидят и участвуют в заседании Заксобрания. Кто-то, значит, находясь в здании Заксобрания, а кто-то из дома, как я понимаю, по ВКС. Вот Фёдор Сураев говорит, что ВКС подводит. Я не знаю, может быть, у них там серверы в Белоруссии, кто знает. У кого? У Заксобрания? Понятно, ладно. Ну, не знаю. В общем, стал, кстати, подтормаживать очень сильно сайт законодательного собрания, но это уже для любителей, конечно, почитать его. Важные вещи, говорит Фёдор Сураев, на самом деле. Помимо того, что ВКС, это, конечно, не тот механизм, при помощи которого надо вносить изменения в устав, изменения вносятся сразу же в двух чтениях. То есть, обратной дороги не будет, как я понимаю. Сегодняшнее решение будет окончательным. Ну, второе чтение, оно ключевое. Да. И ещё одна история, это история, связанная с тем, что у нас меняется вообще структура единого дня голосования. Мы голосуем теперь три дня. И когда Фёдор говорит, что мы готовы бороться честно, это его ответ на мой вопрос о том, что если вы выставите одномандатников, есть ли шансы победить. Я напомню, да, у «Справедливой России», по-моему, два сразу кандидата одномандатников прошли в городскую думу. Михаил Ковязев, и ещё. То есть, бороться можно. Можно. Но не три дня. На три дня может не хватить ресурсов, откровенно говоря, особенно у менее богатых партий. Ну, при этом, опять же, вот, чтобы создать себе вот этот какой-то имидж положительный, да, то есть, это же не обойдётся рамками одной компании, как мне кажется. То есть, тебе нужны постоянные какие-то вливания, постоянные твоё где-то мелькания, чтобы тебя люди видели, чтобы люди знали. То есть, это не то, что ты вошёл в избирательную кампанию, собрал деньги, выиграл. За месяц? Да. Ну, так редко бывает, что за месяц человек появляется из ниоткуда, да? Это какие-то, наверное, нужны вообще нереальные ресурсы. Это, знаете, один случай там на тысячу может быть. Вот я как раз про этот, по сути, говорил, когда говорил о специфике одномандатных округов. Партия, правящая или позиционная, туда всё равно должна, если она на что-то претендует, выставлять узнаваемого кандидата, а не просто первого встречного поперечного с сумочкой долларов, да, в избирательном фонде. Вариант перетягивания людей из других партий, из другой партии? Ну, why not, как говорится, да, потому что и наша кировская политика там последних там 20 лет с небольшим знает такие примеры, когда люди переходили из одной партии в другую. Вот, и ныне здравствующие, и уже тех, которых нет с нами. Мы тоже знаем. Из ЛДПР в единую Россию, из единой России в справедливую Россию. Некоторых людей мы знаем, конечно, таких, да, эти люди даже в нашей студии бывают периодически. И я, кстати, не вижу в этом, может быть, даже ничего такого уж криминального. Может человек убеждение менять, может он, я не знаю, кому-то из избирателей своих что-то сделать обещал, да не успел, а вот, а в следующем созыве, значит ему та партия, с которой он в предыдущем сотрудничал, не предложила. Все, заканчивается наше время, да, звукорежиссер нам показывает. Спасибо большое Дмитрию Ильину. Я бы хотела, конечно, еще поговорить о том, что будет все-таки со второй нашей думой, да, городской ситуацией, если все знаковые, известные, заметные люди идут за собрание, но, видимо, это уже в формате особого мнения. Спасибо, до свидания. Пожалуйста, до свидания.